Если суммировать все то, что мы говорили на предыдущей встрече, то можно сказать, что в консультировании должно иметь 5 основных частей. То есть все подходы, которые мы рассматривали, свести воедино. Во-первых, это когнитивный компонент консультирования. То есть дать информацию. Когнитивный – это информационный. Когда мы выдаем информацию, сами принимаем информацию, перерабатываем ее и опять возвращаем ему. То есть он получает какую-то важную информацию для того, чтобы принимать решения. Значит, первое – это информационный. Второй компонент – рефлексивный. Ну вот специально даем научные термины, чтобы если вдруг где-то вы услышали, вы в них, так сказать, ориентировались. Что такое рефлексия? Это пропустить через себя. Осознать, обдумать и принять решение. Насколько это для вас, как для человека, пришедшего на беседу, подходит или не подходит, нужно вам это или не нужно, готов я с этим жить, от чего я готов отказаться. То есть рефлексия – это вообще обдумать все то, что я узнал. Значит, первый – информационный. Второй – рефлексивный. Третий – мотивационный. То есть задача консультанта – не просто выдать информацию и заставить человека, ну, например, обдумать и, может быть, там, привить какие-то эмоции, да, но и смотивировать его на изменение поведения. То есть мотивационный. Чтобы он сам захотел это свое поведение изменить. Да, точно. Желание появилось. Мотивационное – значит, появилось желание. Что-то сделать. И потом уже, как только появилось желание, вы выходите на поведенческий компонент. Ну, кстати, всем говорят, а что делать, если он не хочет ничего делать? Ну, нет, значит. Значит, вы его не смогли смотивировать. И он сам не хочет мотивироваться. В конце концов, вы оба личности, вы оба, в общем-то, где-то, может быть, вы не сработали, а, может быть, где-то он просто не захотел. Но в любом случае, ну, это произошло. Все. Значит, стоп, дальше не идем. Четвертый – это поведенческий, который уже показывает, какие действия нужно предпринять и что человек делает, предпринимает в реальности, чтобы получить необходимый результат. И последний пятый, который объединяет все четыре предыдущих и является таким детерминирующим, то есть главным, базисным фундаментом и крышей, так сказать. Это духовный компонент. То есть вот именно то, с чего мы начали, что должно быть отношение двух личностей. Я – ты. Не отношение я, оно, но я – ты. Так же, как к нам относится Бог. Потому что Бог нас видит в личности. И осознание Божьего замысла в отношении конкретного человека. То есть то, что мы говорили в самом начале. То есть еще раз, значит, информационные компоненты, рефлексивные. То есть пропустить через себя, человек должен все, что узнали. Мотивационные смотивировать на что-то изменить в своей жизни. И выработать правильное поведение. И все это в духовном компоненте. Да, вот практически все, что мы говорили, вот видите, сейчас мы за пять минут с вами сделали. Такое небольшое резюме. И вот эти все компоненты, как бы, можно реализовывать двумя путями. Есть два пути в душепопечительстве. Во-первых, это индивидуальные встречи. То есть индивидуально, когда человек один на один приходит и задает свой вопрос. И мы вместе вырабатываем какие-то пути. Находим, что лучше всего для решения данной проблемы. Или приходит муж и жена. Это все равно индивидуальные встречи, да? И второе, это групповые встречи. Малые группы, группы по изучению Священного Писания, семейные группы. Или группы взаимопомощи, например, те же самые группы анонимных алкоголиков. Или группы по помощи ВИЧ-инфицированных, где они вместе собираются, да, и решают вот эти все совместные вопросы. То есть любые групповые встречи, это тоже душепопечительская работа. И давайте сейчас посмотрим, плюсы и минусы вот этих двух путей. Какой вариант лучше работает? Какой наиболее... Просто почему мы хотим сейчас, чтобы вы это поняли? Чтобы вы не растекались, а аккумулировали в основном пути, который вы выберете вы сами. Давайте посмотрим, плюсы индивидуальных встреч. Какие? Доверительность. То есть большая конфиденциальность. Большая конфиденциальность. Больше открывается. Ну вот она больше конфиденциальность. Нет, конфиденциальность, когда ты не рассказываешь другим. Ну да, ну... То, что происходит за рамками этого помещения. Ну то есть при индивидуальной встрече это более возможно. С домашним салоном еще можно. Более доверительным. Более доверительным. Ну в принципе это все один плюс. Конденциальность, берите, открыте. Их, понимаете, больше плюсов нет. Какие еще? Их больше нет. Вот сколько мы изучали. Это единственный плюс. Ну может сейчас они найдут. А надо маленький плюс, а то очень большой плюс, мне кажется. Это плюсище. Нет, ну это плюсище. Плюсище. Ну давайте посмотрим, сколько есть минусище. Давайте посмотрим. С другой стороны, смотрите. Человек привыкать, подсаживается, как мы говорили. Есть. Есть возможность того, что человек будет зависим от консультанта. Да. Не научится сам решать проблемы, а будет постоянно приходить к консультанту, чтобы за него все решали. То есть есть. А основная задача консультации это научить человека и отпустить его. При индивидуальных встречах это сделать намного сложнее. Еще. Нет возможности мнения выслушать такое. Да. Нет возможности выслушать чужие мнения. То есть нет опыта универсальности. Понимаете? Чтобы человек понял, что это не только его проблемы. Это в принципе, у очень многих людей такая проблема. И согласитесь, что такие индивидуальные встречи, они очень узконаправлены. Только на одного человека и на одну, причем даже на одну проблему этого человека, а не на все. Как правило. То, что мы же не можем сразу все его проблемы решать. Сначала мы решаем какую-то одну, самую главную. Помните вопрос? Какой больше всего вопрос тебя сейчас волнует? То, что все сразу решить нельзя. Начнем с чего-то начнем. То есть видите, по большому счету плюс. Большой. Большой, но один. Минусы, кстати, тоже большие, но их много. Кстати, подумав, можно еще другие минусы эти назвать. Но мы назвали самое основное. Теперь давайте посмотрим. Групповые встречи. Давайте начнем с минуса. Минус. Менее конфиденциальный. Менее открытость. Меньше. Такое доверие. И это единственный минус. Понимаете? А давайте посмотрим, сколько плюсов у групповой душкопедческой беседы. Все те минусы, которые были в первом случае. То есть опыт универсальности. Возможность того, что тебе поможет группа. Широкий спектр достижений всей группы. Ты можешь это взять как опыт для себя. Да? Во многих группах есть правило в течение недели просто даже общаться, перезваниваться, делиться. Совершенно верно. То есть еще плюс то, что есть общение, группа общения. Не задряжаться вообще в другом случае. То есть практически не посаживается на одного, но вся группа становится душепопечительской, премудрым руководством. Он сам может стать неким душепопечителем, советуя какие-то слова. Мы вообще считаем, что любая группа должна проводиться так, что все там душепопечители. И вот мы будем об этом подробно говорить. Как такую группу создать? То есть понимаете, вот если спросить, что мы больше предпочитаем. То нам больше нравятся групповые встречи. Потому что более продуктивные. Там находят исцеление сразу все члены группы практически. Ну, по крайней мере, те, кто готов и хочет это сделать. И со стороны капсултанта, наверное, проще. А индивидуально больше времени тратишь. Да, да. То есть меньше КПД. Но если что-то не решается на группе, то, конечно же, индивидуальные встречи обязательно. Конечно. Одно не исключает другого. То есть, ну, мы считаем, что... То есть, когда приходит человек с проблемой, мы ему советуем групповые встречи. А потом же, если что-то не получится, ну, можно встретиться индивидуально. То есть, и тогда к нам, скажем, приходит, вот мы сюда к вам приехали, к нам сразу несколько, все сказали. А вот нам бы хотелось вот такой вопрос, такой вот я бы хотела, это проконсультировать, мы сказали. Так, знаете, у нас будут встречи. Тут будет три семинара для супругов, для родителей, для подростков. Пусть они придут. Вот вы приходите на эти семинары. И если у вас останутся вопросы, то тогда подходите к нам. Потому что сейчас, получается, мы с вами встретимся, мы должны будем вам лично сейчас всю информацию выдать, которую мы обычно выдаем на... Широкий круг. Ну, представляете, во-первых, это наше время, это наши силы, это все. И потом, зачем, если вот в большом круге они поймут, что это для всех работает, не только для них. Ну, как бы вот, давайте берегите еще себя от того, чтобы не сгорать. И поэтому мы хотим следующий наш раздел начать именно с того, как же вести группы. Так, чтобы введение группы... Тут написано, что у нас введение группы супружеских пар. Вы уберите, слово супружеских пар. Это вообще введение группы духовного и личностного роста. Да. То есть вообще это ведение группы духовного и личностного роста. То есть следующая наша тема это как вести группы духовного и личностного роста. То есть душепопечительство в групповой работе. Вот так будет называться наша тема. Групповая терапия. Да, как угодно можно назвать это. Итак, цель такой группы. Давайте сейчас посмотрим. Цель такой группы. Дать каждому члену стимул к самообразованию. Или к тому, чтобы проводить самостоятельное изучение писания. Ну, смотря какую вы ставите цель, но в любом случае, чтобы человек рос, самообразовывался. Второе. Дать возможность зайти за рамки собственных познаний, обратившись к идеям других и побуждая себя к новым поискам ответов на все возникающие вопросы. То есть важно, чтобы группу вел не один лидер, а чтобы группа работала сама на себя. Вот если вы как лидер сумеете сделать такую вещь, что вы сами будете идти в группу с ожиданием того, что что же сегодня группа откроет мне, вот это здорово. И вот мы сейчас как раз будем говорить о том, как же вот такая группа сделала так, чтобы она начала работать. Она начала сама работать вот именно на собственное стрелье всех членов, которые туда попадают в эту группу. В-третьих, создать атмосферу любви и доверия, самораскрытия для каждого человека, который будет побуждать к честному разговору о собственных открытиях, проблемах, потребностях, ну, обо всем, что происходит с человеком. То есть на этой группе человек приходит, он открывается, он рассказывает, он обсуждает, он помогает, он помогает себе, помогает другим. И четвертое, помогает друг другу в духовном росте, чтобы потом можно было помогать людям вокруг. Обратите внимание, здесь нет ни одного пункта, где бы мы написали, евангелизировать население, сделать из членов группы христиан. Опять, мы должны уважать право выбора каждого человека, который приходит на группе. Мы должны создать атмосферу такую, чтобы человек мог, так сказать, иметь выбор более осознанно, что ли. Но ставить себе цель, евангелизировать и делать христиан, таким образом вы, ну, как, создаете фабрику по производству христиан. То есть вы уже практически... Вещей, а не личностей. Да, то есть у вас будет мир вещей. Поэтому нас должны заботить личности, которые сюда пришли, а не какие-то амбиции нашей с вами церкви или нашей собственной и так далее. То есть Христос смотрел на личности, он заботился о личности, он любил людей, не ставив никаких личных целей. И важно, вот дальше посмотрите, такой пункт. Что группа – это не лекторий. Это возможность проводить дискуссии и совместно находить ответы на вопросы. То есть не должно быть такой истины в последнем инстанции, которой владеет только один человек. Вся группа принимает участие в поиске этой истины. И вот если все... Помните, что Библия – это бриллиант. Да. И вот если все эти цели суммировать в одном предложении, мы обычно говорим так. Группа нужна для того, чтобы научить людей мыслить. Вот все эти четыре пункта. Можете это внести в пятый пункт, но мы считаем, что это вот все вот если сказать. Группа должна научить людей мыслить. Вот, понимаете? Не просто принимать информацию, а чтобы люди научились мыслить. Вот, и сейчас мы просто хотим сказать такую вещь, что вообще существует... Три типа мышления у человека. По мере его роста или по мере того, как он взрослеет. Ну, неважно. И по мере того, как он в какую группу попадает. В какой группу он попадает. Тот тип мышления у него и появляется. Первый тип мышления – это наглядно-действенно. У вас этого материала нет, поэтому вы подпишите где-то вот эти три типа мышления. Значит, первый тип мышления – это наглядно-действенное мышление. То есть, показали, и он так и делает. Наглядно-действенно. Увидел – делает так же. Ну, например, скажем, маленький ребенок, и вы говорите ему, вот это домик. И ребенок, когда его попросят, нарисует домик. Он нарисует точно такой же домик. Потому что его так научили. Что это такое? Он скажет, дом. Понимаете, да? Все. И вот это наглядно-действенное мышление. Человек приходит в церковь. На эту песню все встали. И я встал. Наглядно-действенно. Тут все сели. И я сел. Все молятся. Молимся так. Молимся так. И исключительно закрытыми глазами. Вот. Ну, понимаете, то есть все. Вот как сказали, так и есть. В общем, по большому счету, скажем, закон Моисея, это не что иное, как, в общем-то, наглядно-действенно. Если так поступил, вот так сделай. Если так поступил, вот так сделай. За это? Вот. Горлицу принесите в жертву. За это? Овна нужно принести. За это уже бы. Овна мало, надо бы как. Это самое простое, это самое доступное. Это то, что доступно 100% людей. Понимаете, да? То есть мы сейчас не говорим, хорошо или плохо. Мы говорим, что это доступно, это нормально, это себя оправдывает. Во многих, как бы, вот моментах. Да? Ну, это как бы первый уровень или первый тип. Первый тип, основной, так сказать, с которого все начинается. Базовый такой, да? Но обратите внимание, когда пришел Христос, он разговаривал с людьми как? Питчами. Притчами. И вот. И он уже рисовал образы. И это уже. Второй тип мышления, наглядно-образный. То есть, по мере того, как идет разговор, ребенок и человек начинает понимать, что дом-то не только такой может быть, но и вот это вот тоже дом. И какая-нибудь еранга тоже дом. Понимаете, да? И может быть, какая-то, там, я не знаю, землянка тоже дом. То есть, у ребенка уже любую постройку ассоциируется со словом дом. Это уже шире, чем наглядно-действенно. Это уже образ дома рисуется. Наглядно-образное. Можно молиться так. Можно молиться так. Можно молиться так. В общем-то, молитва уже рисуется, как, не как, вот, делай так, а не как иначе. Да? А молитва вот уже в образе молющегося человека. В образе благоговеющей личности. Понимаете, да? Вот, разница. А и то, и то, и то молитва. То есть, человек уже более способен на себя вместить. Ну вот, может быть, чтобы понять, что такое притча, как это работает на наглядно-действительном мышлении. Откройте притчи. Самую первую главу. Самую первую притчу. С первого стиха. Вот здесь как раз говорится о всех тех плюсах. Плюсах того, что, если человек выходит на уровень вот такого наглядно-образного мышления. Почему об этом очень много уделяется внимания священному писанию и вообще психологии, если вы будете изучать, вы это увидите, такому вот именно притчам, образом, которые рисуются. Потому что на первых двух образах мышления, вот этих типах мышления, находится 85% населения. Глава, ты цифра ничего не помнишь? Вчера мы говорили о том, что 85% населения сидят на первых уровнях веры. На первых, в трём. То же самое здесь. На первых вот этих уровнях мышления наглядно-действительным наглядным образом сидит 85%. То есть большинство практически людей в нашей церкви на этом уровне. И это понятно людям. И чем лучше мы будем говорить образом, тем больше будем иллюстраций давать, тем лучше поймут нашу с вами мысль. Поэтому не пренебрегайте иллюстрациями, не пренебрегайте притчами, не пренебрегайте образами. Потому что 85% вашей пастыры способны вместить мысль, если вы её иллюстрируете. Итак, притчи Соломона, царя Давидова, сына Давидова, царя Израильского. И дальше сообщается, зачем нужны притчи. Смотрите, чтобы познать мудрость. Что такое познать мудрость? Что значит познать мудрость? Это значит не на словах только, но всей душой. Эту мудрость, так сказать... Спитать в себя. Дальше. Чтобы познать наставление. Что такое наставление? То есть сделать сознательный выбор в пользу того, что я услышал. Не просто так сказали, сделал, сказали, сделал. Но это сознательный выбор, понимаете? Познать, смотрите, что дальше. Понять изречение разума. Что такое? То есть не просто какие-то умные фразы вам сказали, да? А понять, что это... Какая мысль содержится в этой умной фразе? Притча, понимаете, играет огромнейшую роль в том, чтобы мы учим людей мыслить и размышлять. Смотрите дальше. Усвоить правила благоразумия. Вспомните, как пророк Нафан... Пришел к Давиду, к царю, сообщить ему о том, что он согрешил. Как он начал? Убил невинного человека. С чего он начал разговор? С притчей. С притчей. Все. И Давид осознал, осознал вот эти вот... Что есть правила, которые нарушать не имеет даже царь. Не имеет права. Смотрите дальше. Усвоить правила правосудия, суда и правоты. Это все и да, правила. Вот эти все правила. Простым дать смышленность. Помочь подняться вот от наглядно-действенного образа, вот этого, который вот так показали, так сделал. Вот только вот этот домик, больше ничего. Искать смысл. Простым дать смышленность. Искать, а что еще может быть дома? Вспомните, Пушкин и его няня Арина Родионовна. Ведь вот эта женщина, Арина Родионовна, известна во всем мире как мудрая женщина. Женщина совершенно необразумная. Но это женщина, которая была не на уровне наглядно-действенного. Сказал-сделал, сказал-сделал, как робот. Она, представляете, она была кладезей мудрости для Пушкина. Почему? Все эти поговорки, сказки, сказания, которые она ему рассказывала, читала. Поэтому нам, например, очень, знаете, бывает больно, когда мы иногда слышим, что вот, если ты верующий, ты должен перестать читать сказки, ты должен прекратить там все вот эти глупости, только библейские. Какой там Дед Мороз? Что это еще такое? Ну, послушайте, говорим мы, понимаете, ребенок живет в мире сказки. Именно через сказку строится вот его характер. Именно через сказку растет его личность. Ребенок живет в мире образа. Мы вчера с вами это смотрели, да? Нельзя ребенка этого лишать. Взрослые тоже, конечно, тоже самое. Но нам немножко другие, конечно, сказки. Да? Следующее, посмотрите. Простым дать смышленность юноше знание и рассудительность. Ведь наши с вами дети, они порой нам такое могут выдать. Хотя они не имеют наше с вами образование, жизненного опыта. Но если мы, как родители, читаем вам сказки, если мы, как родители, ну, иллюстрируем их, так сказать, да, на их языке жизнь, эх, дети могут нам дать несколько, вообще, фору вперед. Фор на сто шагов вперед. Есть такая неканоническая притча о том, как отец решил поговорить с сыном, ну, о том, откуда дети появляются. После этого выходит из комнаты детской и говорит, столько много нового узнал. Мы уже говорили о том, что вообще есть такой сайт, который называется «Дети пишут Богу». И мы вообще советуем на этот сайт выходить почаще, особенно если вдруг у вас искусство настроения, депрессия. Выходите на этот сайт, знаете, очень психотерапевтический сайт. И на этом сайте есть, ну, различные письма, которые дети, так сказать, адресуют Богу. И очень много этих письм мы зачитывали в нашем детско-родительском семинаре, которые проводили курс здесь. Ну, еще одно, которое нам тоже показалось очень интересно, оно там появилось недавно на этом сайте. Леша, 4 класса. Написал его Леша из 4 класса. Моя бабушка вышла замуж. Ей 76 лет, а ему 78. А познакомились они на кладбище. Она регулярно навещала могилу дедушки, а к соседней могиле приходил ее будущий муж. Он приносил цветы, часами аккуратно убирал могилу жены, и бабушка обратила на него внимание. Однажды, пока его не было, она посмотрела на дату смерти женщины. 11 лет назад. Сначала бабушка с ним только здоровалась. Потом начала беседовать. А потом они стали возвращаться вместе. Он ее до дома провожал. От всего этого у них возникла кладбищенская дружба. И они решили пожениться. За праздничным столом народу было мало. И мой новый дед, Николай Иванович, поднял бокал пепси-колы. Он вообще не пьет. А мама тогда еще сказала, что непьющему мужчину можно найти только на кладбище. Так вот. Он поднял бокал. Все притихли. Он пристально посмотрел на бабушку и негромко сказал. Анечка, а неужели ты меня не узнаешь? Губы у бабушки задрожали. Она кивнула и сказала, узнаю, Коленька. Да давно уже узнала. Ты представляешь, Господи, они уже когда-то были женаты. Им тогда было лет по 18. А прожили они вместе всего два месяца и разбежались. Он считал ее ветреной, а она его не солидным. Признаю себя честно, Боже, это ты подстроил их вторую встречу? Ну и сейчас еще один такой небольшой тоже сюжет с этого же сайта. Просто о том, как дети обращаются к Богу, о чем они думают, что переживают, когда пишут вот такие вот письма. Через притчу, через сказку. Через притчу, через сказку можно приобрести больше мудрости, чем логическими какими-то, знаете, такими наставлениями. Послушает мудрый и умножит познание. Послушает притчу, да, если. То есть, ну вот, смотрите, увидели мы вот этот вот про сыр, который мы зачитали, да, что сыр вонючий, вы просили из кармана. И нам показалось это настолько символично, и мы так думаем, что... Ведь это не просто какая-то история, да, да. Можно посмотреть на него, как на историю, сказать, о, сыр положу, ну и ладно, и забыли. А ведь это имеет отношение к каждому из вас. Конечно. У нас у каждого есть такой сыр вонючий. И вот если мы способны воспринимать притчу, как учебу в нашей жизни, истории жизненные, именно способны воспринимать, как учебу в нашей жизни, у нас умножается познание, умножается мудрость, понимаете? Как важно нам учиться мыслить именно вот этими вот образами. Послушаешь, в притче разумный найдет мудрые советы. Ну, то, о чем мы как раз говорили. Ну, про советы, да. Притчи с советами изобилуют просто. Чтобы разуметь притчу и замысловатую речь, то есть притча может объяснить другую притчу. Вспомните, как Христос объяснял Царствие Небесное. Одной притчи, второй, третий. И одна притча. Притча выполняет другую. Да, с разных сторон. То есть притчи даже объясняют друг друга, понимаете? Замысловатая речь. То есть вот если в реческом варианте, там как насмешливая речь. То есть понять именно... То есть притча дает нам способность отличать, что правильно, а что неправильно. То есть с помощью притчи, как с помощью катализатора, мы можем отделить черное от белого, да? Благодаря притчи мы узнаем слова мудрецов. Распознаем их загадки. Распознаем загадки их. Вспомните, как царица Савская приехала к Соломону, чтобы испытать его мудрость. С чего она начала? С загадок. С этих притч, с образов. И вспомните ведь, что Соломон в основном притчами действовал даже на суде, когда он сказал, возьмите меч и разлюбите этого ребенка. Ведь практически это своеобразная притча. Ведь он же не хотел, на самом деле, чтобы ребенка... Да. Но он донес вот этим образом, вот этим страшным образом, да, даже на жестокости по отношению к ребенку, он донес вообще до всех людей, до женщин, все вообще пагубность данной ситуации. Вот. Теперь вот нам важно, и нам самим важно, самим учиться притчами. Да откройте учебник по математике, там одни притчи. Шоу мальчик ел два яблока, да, у него было в кармане. Нашел еще четыре. Сколько у него яблока стало? Жизненные притчи, преломленные для математики. Практически... Это же жизненная история. Практически все теоремы Пифагора в наших современных учебниках по математике, это их переложение в притчах. Любая задача, это своеобразная притча. Понимаете? И вот если мы на наших группах будем с нашими, вот, теми людьми, которые к нам приходят, будем вместе с ними развивать вот наше совместное, так сказать, образное мышление, да, наглядное образное мышление, все, мы учим людей мыслить, и мы учимся мыслить сами. Даже в школе, да? Вот азбуку возьмем, там, арбуз, допустим, или сутобуква А уже учат. Конечно, это уже, это идет вот эта вот наглядность. Ассоциация. Да, идет ассоциативное мышление. Поэтому вот это вот очень важно, этим нельзя пренебрегать. То есть, конечно, можно людей на клише. Клише, клише, цитирование, сколько выучили, там, место списания, все наизусть. Но если каждое место еще и в притче, еще и в преломлении, вот тогда, да, тогда идет действительно мышление. И следующий уровень мышления. Еще есть третий, который называется словесно-логический. И по подсчетам психологов, на этот уровень приходит только 15% людей. Словесно-логический. Словесно-логический. Тепло, домашний, уют – это дом. Можно простроить такую логическую цепочку? Ну, не все способны, понимаете, как-то вот, пока они не объяснят, как будут, понимаете. Но если человек владеет логическими мышлениями, слово «дом», он тут же сразу все понятие «дом» и для себя возьмет. Или, например, молитва. Если на наглядно действие человек нарисует только та молитва, которая в той церкви, куда он входит. Да? Именно так, как в той церкви, где он видит. Наглядно образом, да, он может по-разному нарисовать. А вот если словесно-логический, молитва для человека – это просто вообще любое состояние. Человек вообще не сроков. Ну, вот Павел говорит, непрестанно молитесь. Идешь через дорогу – молись. Да мне смотреть надо, как машины фыркают. Сейчас даже на зеленый не перейдешь. Даже когда смотришь – молится. Это состояние сердца. Понимаете, то есть вот человек, обладающий логическим мышлением, он не нуждается ни в каких объяснениях. У него это раз логически, логически эти цепочки выстраиваете. Вот нам нужно с вами на группах что делать? Помогать людям, вот как вы понимаете, выходить на этот уровень. Когда у них начинает четко срабатывать логика. Вообще вот наше… Лука пишет, и так рассудилось мне по тщательному исследованию всего сначала по порядку тебе все описать, достопочтенный Феофил, чтобы и ты знал твердое основание того учения, в котором ты уже наставлен. Это Лука 1.4. То есть необходимо знать твердое основание учения. Не просто как вот попугая повторять, потому что меня так научили. И да, конечно, понять это можно и в образах, но еще нужно, понимаете, вырасти дальше. И обратите внимание, вот апостол Павел – это как раз тот человек, который мыслил уже не образами. И который шел к людям, понимаете, он шел к людям больше как с логическим. Образы у него тоже были, хотя помните этот образ? Тело – это не глаз, и тело – это не одно ухо. Но в основном вообще все его писания, они все логичны. Они все построены только на логике. Причем это не всем понятно. Потому что даже Петр, представляете, апостол пишет, 3 глава, 16 стих, 2 послание Петра. Есть у него нечто такое неудобо-вразумительное. Уже если для Петра многое было, что неудобо-вразумительное. Были систематизированы, введены в определенную систему, в систему нового мировоззрения. Именно Павел это сделал. И это стало всеобщим мировоззрением. И именно он сделал эту систему нового мировоззрения, куда он интегрировал все предыдущие заветы между Богом и человеком. Это Павел сделал. Понимаете? Еще раз это подумайте. Просто об этом уже пишут, об этом говорят многие и пиросов это признают. В противовес Павлу один царский такой министр, царю нашему самодержцу, написал такое письмо. Русскому народу образование вредно, ибо образование помогает логически мыслить, а темным народом управлять гораздо легче. Да, так будет проще. Так это не проще, это именно эти слова и есть. Это не то, что я говорю. Понимаете, то есть мы с вами должны понимать, люди, которые пришли к нам с вами на группу, мы хотим их оставить в состоянии темного народа и управлять теми. И привести их к правильным ответам. Хотим сделать из них христианам? Сделали. Хотим привести их в церковь? Привели. Вот если они так пешки, и мы с ними делаем то, что мы наметили. Или же все-таки мы уважаем их личности, мы помогаем им мыслить, чтобы это было их решение, их вера, их стержень, их отношение с Богом. Конечно, выбор за нами. Что это? Выбор за нами, да. ТВ-семинари – благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminari.com Да. Можно? Угу. Вы не встречались со свидетелями Меякова? У вас не было какой-то такой дискуссистки? Они, наверное... Они почему-то нас обходят стороной. Мне даже интересно с ними так вот побеседовать, поговорить. Ну... Но в дверь к нам не стучатся. На улице не подходят. Если подходят, задают пару вопросов, говорят, ну, вот приятные уходят. Не знаю. Почему? Да. То есть мы считаем, что, в общем-то, действительно наша задача – помочь людям вырасти, помочь начать мыслить. Да. Потому что иначе, если мы людей зомбируем, это сектор. Это сектор, это отношения, действительно, только отношения в мире вещей. Ну и, соответственно, следовательно, группа должна проходить каждый раз три основные этапа. Мы вот сейчас посмотрим, как вообще это работает. Причем это должно быть на каждой группе. Абсолютно на каждой группе должны быть вот эти вот три этапа. Первый – это обзор. То есть что конкретно говорится в этом конкретном месте? То есть вы должны принимать внимание, что у вас на группе люди, кто-то из них. Ему очень хорошо и приятно только на наглядно-действенном. То есть он совершенно хорошо себя ощущает именно в обзоре. Вот написано, значит, что там у меня есть. Что дальше думать? И отсюда следует. Вася, выйди, да? Ну и привет. Второе, что обязательно должно быть на группе – интерпретация. То есть вы как бы даете возможность тем, кому хорошо наглядно действует, ну, поучаствовать, хотя бы послушать, что говорят люди на наглядно-образном. То есть вы уже вместе начинаете интерпретировать. То есть что имеется в виду? Потому что не всегда все то, что здесь написано, например, в Священном Писании, это все надо понимать буквально. Да? Очень часто это какой-то образ. То есть что если имеете в виду? Что вы здесь видите? Да, какие вы здесь видите какие-то моменты? Что вам особенно открывается? То есть здесь вы как бы живете на следующий уровень. То есть это не значит, что если Иисус говорит, что он пастырь, а мои овцы, нам нужно встать и бледить начать, да? Ну, например, да, то есть, ну, понятно, может быть, это слишком такой конкретный пример, но показательный. Вот и следующее – это применение. Это уже мы выходим на логику. Вот то, что было сказано, скажем, там, пророком Исаии, например, там, столько тысяч лет назад. И сегодня, вот как мы это можем связать? Вот это уже можно сделать. Это действенно сегодня или недейственно? Да. Нужно нам это учитывать или не нужно? Вот эту логику простроить тем, что было тогда, через интерпретацию, что все это значит, как теперь мы это можем использовать? И будьте готовы к тому, что, в общем-то, иногда будут некие непонимания между теми людьми, которые находятся на наглядных действиях, и теми, которые тоже вышли на логичность. Особенно, если человек пришел в вашу группу впервые, вот особенно, если у вас есть новенький, ни в коем случае первый момент не упускайте. Потому что однажды мы попали в такую ситуацию ляпа. Ну, в любой группе такие ситуации ляпа бывают. Ну, мы сейчас не будем зачитывать это место из Писания, которое мы там разбирали, и которое мы пытались применить в своей жизни. То есть, у нас на группе было место, где Петр вышел из лодки. И пошел по воде к Иисусу. Ну, значит, мы прочитали. Ну, так как мы видим, уже, в общем-то, люди у нас же выросли практически, все были уже на логическом. Мы говорим, что, в общем-то, у каждого в жизни есть такой момент. Мы сказали, что у нас такой обзор пропустили. Проблема на том, что мы обзор не стали делать. Что там произошло, что было с Петром. То есть, мы обычно всегда обзорили. А это что-то мы как-то стали упускать. И мы стали сразу интерпретировать, что, в общем-то, в жизни каждого человека есть такой момент, который нужно выйти из уютных для тебя условий. Сидя в лодке, ведь это же уютно. Тебе нужно выйти и где-то пойти по неизведанной земле. Сделать что-то необычное для тебя. Но это важно сделать. И тоже перешли на применение. Итак, давайте, в вашей жизни... Вот сейчас каждый по очереди. Скажите, где тебе нужно выйти из лодки и пойти по воде. И получилось так, что этот молодой человек, он все как-то рядом с нами, и мы говорим, давайте, начнем с этой... Иначе, знаете, он посмотрел, у него совершенно непонимающие глаза. Он говорит, а зачем мне выходить из лодки? Мне это уютно, там мокро, там грязно. Я же говорю, ты знаешь, что я утону, там же Христа нету. Это хорошо было Петру. Он сидит еще на обзоре. То есть мы обзор упустили, вот эту наглядную действенность мы пропустили, ну как мы рассчитываем на других членов группы, а он-то новенький, он вообще не понял. Мы так с Мишей кривнулись, опс. Попали. Попали. Мы говорим, ладно, дайте отсюда начнем. Теперь начинаем, и сразу вернулись на обзор, и стали говорить о том, что, как, почему, что здесь написано. Да, и хорошо, что она группу поддержала. То есть, как бы, понимаете, в группе уже было вот такое взаимопонимание, это же все. Мы уже поняли, что нельзя этого пропускать. И люди не стали говорить, что не понимают. Нет, это все было нормально. Все сразу увидели эту проблему, начали объяснять, рассказывать. И уже потом, когда остальные, так сказать, подключились в работу, и сказали по поводу того, что пока не видится жизнь, эту проблему, когда ты не дошел, он уже где-то что-то уже смог как-то на свою жизнь применить к себе. Но ему действительно было сложно. То есть, он был вообще в таком вот шоке. Поэтому, понимаете, вот эти вот три этапа, я не думаю, что вам говорят что-то новенькое, наверняка вы это уже проходили, вам говорили, что нужно обзор, интерпретарте, применение. Мы просто хотим, что это еще важно, именно с точки зрения учить людей мыслить. Ну и, значит, следующее, что мы сегодня успеем разобрать, или же не успеем, успеем, правила введения группы, которым обязательно нужно следовать во время проведения любых групп, каких бы то ни было. Во-первых, не рассказывать ничего, что могло бы поставить вашего близкого друга или супругу, супругу. Или вообще кого бы то ни было. Что вы знаете об этом человеке в неловкое положение. Несмотря на то, что группа, вот она должна одно тоже из таких правил соблюдать конфиденциальность. Но в любом случае это группа. Но мы не имеем права ставить человека в неловкое положение. Для этого можно выработать, допустим, супругу какой-то знак. Там, пинусь под этим, под столом, кашлянуть два раза, локтем, как мне жена постоянно. Ну, померь того, как группа разрастается, мы просто сказали, давайте, знаете, как, если вы не хотите, чтобы вот это говорили, пожалуйста, не говоря об этом. Стоп. Дальше не продолжаем. Все, без вопросов, без всего. Прекращаем. И все, если на группу это принимают. А второе, если вы не хотите отвечать на какой-то вопрос, вы имеете право сказать, что я этот вопрос пропускаю. То есть, не хочет человек сейчас беседовать и быстро... Заставлять, отвечать нельзя. Ну-ка давай, сейчас же правильный ответ. Но, знаете, есть такой очень хороший прием, может быть, мы так сразу будем немного открывать, вот эти приемы, именно ведение группы, как человека подключать группе к участию, к общению в этой группе. Особенно, если у вас появился... Появился в новике человек, он еще не знает, что сказать, как сказать, еще чувствует себя не очень уютно. И вот первое время он будет сидеть, нет, нет, все, нет, не надо. Но чтобы он почувствовал себя причастным к тому, что происходит на группе, мы пускаем в какую-нибудь игру. У нас есть такой маленький зайчонок или медвежонок, мы берем у детей наших мягкую игрушечку такую маленькую, чтобы она в руке умещалась. Не такую, конечно, которую надо тащить, а маленькая игрушка. И мы говорим, ну вот, например, такой вопрос, где нужно выйти из лодки, да, опять продолжая ту же самую тему, где нужно кому-то, вот, конкретно каждому выйти из лодки. И мы пускаем игрушку по кругу. Человек ее берет, и он может ее передать дальше, не отвечая на вопрос, а может, держа в руках, ответить и потом передать дальше. Но даже если человек подержал в руке, ничего не сказал и передал дальше, он уже причастен, он подержал игрушку. Он уже был в группе. Понимаете, да? Он причастен к разговору. Он уже почувствовал свою причастность. И следующий вопрос уже будет у него лекцию проходить. Вы знаете, очень просто... Такие маленькие тонкости. Тонкость вообще элементарная, но он так подключает людей, то есть у людей, они все вот с этой игрушкой, все в группе вообще участвуют. То есть я прикоснулся к этой группе, я поучаствовал в обсуждении, даже ничего не сказал, но он уже принимал участие. Ну, заупотреблять не надо. Скажем, если вы подготовили, скажем, там 15 вопросов на этой группе, игрушку пускайте, ну, хотя бы раза два-три. Пусть остальное будет, ну, вот, как бы, спонтанные ответы. Вот, но... Но два-три вопроса, которые будут идти по кругу. Вот выпускаете игрушку, и каждый говорит по три-четыре слова. И обязательно устанавливаете временной лимит. Потому что можно взять эту игрушку и начать рассуждать, и проповедовать всем остальным. Вот. И, может быть, даже устанавливаете лимит ответа. Скажем, вот этот ответ отвечаете только да-нет, без объяснения. А вот сейчас я бы хотела знать ваше мнение, ну, пожалуйста, вы его, тогда сейчас я вам даю две минуты, подумайте, что вы его сказали в двух предложениях. Ну, как ты лимитируйте, потому что иначе ваша группа может превратиться в монолог двух особо разговоров. Это не группа введения на нем алкоголиков. Я знаю, что там другие. Это совершенно правило. Мы с ними в чем-то согласны, в чем-то не очень. Но мы сейчас говорим о группе духовного роста. Нет, я говорил, когда такой божачок начинается, как вы уходите с положения? Нет, дело в том, что у нас правила. Ну, всегда кто-то его нарушает. Если кто-то начинает говорить слишком долго, говорю спасибо, потому что следующее надо тоже сказать, высказать свое мнение. Или просто, ну, так, спасибо, все. Все и переключается. А если у вас уже не получается, что делать? Ну, как не получается? Ну, если вы не слушаете. Мы поворачиваемся вдвоем к другому человеку, и все. Ну, может, у нас тоже двое ведущих, а не жутко два, повернуешься, остальные тоже повернулись. Но, понимаете, если вы не будете группу вести, действительно будет бардак, будет хаос. Ну, на каждой группе же озвучиваются правила, которые необходимы. Ну, ты прекрасно знаешь, что озвучивается и не нарушается. Ну, и напоминать, да. Напоминать надо. И их надо соблюдать. Вы понимаете, вот если две группы подряд вы будете человека останавливать, он начинает там... Ну, скажи, что было с самого начала. О, в начале было слово, и слово было у Бога, и слово было у Бога, и вот начинает. Все, спасибо. Следующий. А возможно, например, третью группу он уже не будет? Этого человека просто из-за уважения к остальным, и может даже из-за помощи к остальным просто убрать? Нет, он не везет. Он не везет, чтобы его там взять и выгонить. Если он сам решит, потому что он пришел сюда думать, что группа – это несколько сливных ведер, это другое дело. Но вы должны дать человеку возможность как бы вот уважать... Вот даже в этом случае все равно. Если пять подряд группы, например, срывают, ну, из одного человека срывают, ну, вообще же невозможно. Я говорю, два раза вы его восстановите, третьего раза уже не будет. Не будет. Если он увидит, что правила здесь соблюдаются. Мы еще скажем еще какие-то есть правила, которые соблюдают над неукоснителем. Потом, значит, вы обязательно должны подбуждать каждого человека готовиться к следующим встречам. Верно. Да. Делиться своими мыслями, практическими шагами, предпринятыми другими. Ну, вот мы вам дали тесты, которые нужно выполнить. Можно дать, например, задания какие-то. Ответ на вопрос. И сказать, в следующий раз, пожалуйста, вот каждый из вас... Обязательно, говорите, в следующий раз мы будем разбирать место, прочитайте его заранее, подумайте, что он как. И скажите, какой стиль для вас был особенно интересен. Клим человек с того, вот этот, этот, этот. То есть, обязательно, чтобы люди были подключены вот как бы к тому, что творится в нове. Еще очень такой интересный штрих. Опять, с этим многие не соглашаются. Вот опять, исходя из того, что говорил Андрей, но это тоже очень важно соблюдать. Как мы друг к другу на группе обращаемся? Мы обращаемся все друг к другу на «ты» или мы все друг к другу обращаемся на «ты»? И Андрей, Юра, Таня, Света, Катя и так далее, так далее. Или среди нас есть некий Иван Иванович. Вот все «ты» и Леша, Галя, Катя, а вот это Иван Иванович. Этого не должно быть. Если он Иван Иванович, значит, вы все Екатерина Петровна, Юрий Васильевич и Наталья Ивановна, понимаете? Потому что если этот Иван Иванович, пусть даже тот только пришел на группу, он вообще может даже и человек далекий от Библии, все, но вы его рекомендуете как Иван Иванович, он уже будет иметь больше авторитет. Потому что все, Таня, Андрей, Коль, Петя, а он Иван Иванович. И когда к нам на нашу группу приходит, например, пастор, говорит, я хочу к вам прийти, но вы будете там уже не Иван Иванович, а вы будете Ваней. Вы согласны? И вам, и на ты. Несмотря на то, что им уже 60 с лишним лет, у нас встали. У нас такие правила группы. Если нет, значит, нет, вы не будете в нашей группе. Потому что на нашей группе мы решили, что мы обращаемся к другу по имени и на ты. У нас есть еще одна группа, где мы обращаемся только на вы и только по имени и учту. Вот туда приходите, и там вы будете Иван Иванович. А я хочу сюда, значит, здесь вы будете Иваном Иванович. Здесь вы будете Ваней, и на ты. А если, например, в средний возраст, 30-ки... Неваживо. не важно не важно мы говорим что нам было 35 ему было за 60 далеко это очень уважаемый человек и нами и всей церкви все равно ты и ваня такие правила здесь на группе это психологический момент потому что однажды у нас был такой момент пришла одна женщина всего на 10 лет может быть старше нас и вот это чем совершенно далекий вообще пришел вообще первый раз совершенно это все но когда я пригласил на представь его пришла галина борисовна вовсе пускай она будет на наши и любое суждение самое глупые потому что все говорят просто ни в коем случае не вы должны быть авторитетом мы все нет опять какую группу вы хотите если вы хотите быть авторитетом всех остальных делать под себя под свою цель да вы будете вам вам чем все остальные дали вас если вы все-таки работаете с личностными значит быть и на работах это наш опыт это наше мнение и мы вот так работаем мы видим результаты что мы делим своим ищите нас поисковых системах по запросу тв-семинаре